Шатание справками, с полдевятого простояло. Жуть, ужасно просто. Назад к очередям. Людям на этих кадрах еще повезло, а не стоя в здании, большинство на улице. Вспоминает начало 90-х. Сотни людей друг за другом. Тревога, злость, скандалы. Стоять не за товарами, а за водительскими справками. Каждый человек, у кого есть водительское удостоверение, знает, что такое медицинская справка. Она нужна для получения, восстановления или продления водительских прав. Раньше такую справку можно было получить примерно за 1000 рублей. Делалась она всего лишь один день. Сейчас же эта процедура будет стоить намного дороже и длиться это будет намного больше. Примерно от недели до двух. Слишком поздно оповестили. Именно это, по мнению стоящих, причина массового коллапса в наркодиспансерах по всей России, в том числе и в Ульяновске. С 22 ноября цена на справку вырастет в 4 раза. Люди занимают очереди в клинике с 6 утра, чтобы к 10 войти в здание. Негодование народа о принятии такого порядка, получении документов, не заставляет себя ждать. Надо было как-то заранее это все и какие-то заранее объявлять и сроки более давать, а не так вот объявлять за 3 дня по телевидению. То есть кто-то в командировках, кто-то в отъезде. Естественно, не все успеют попасть в эти сроки. Очень отрицательно отношусь. Я против того, что подняли вот эти цены, естественно, и что, как сказать, людям зарплату не прибавляют, а цены прибавляют. Колоссальное повышение связано с тем, что введены два дополнительных обследования. Водители говорят, неподъемная сумма. В наркодиспансерах резкий скачок стоимости. Медсправки объясняют дороговизны и обслуживание самого диагностического оборудования и стоимостью реагентов к нему. Включены в обязательном порядке прохождение химико-токсикологического исследования на наркотические средства и вещества и определение так называемого карбоксидефицитного трансферина, который показывает, насколько человек часто потребляет алкоголь. Эти обследования вводятся для увеличения безопасности на дорогах в связи с большим количеством случаев пойманных водителей в алкогольном опьянении. До 10 месяцев 2019 года выявлено свыше 2,5 тысяч водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, передающих управление транспортным средством лицу, находящимися в состоянии опьянения, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Проблема очередей и общего негодования ясна. Да, возможно, новые маркеры помогут обезопасить движение на дорогах. Однако то, во что в итоге вылилось нужное, по мнению специалистов, нововведение, олицетворяет маркер отношения чиновников к простому населению. И вот реакция. Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра здравоохранения Олег Сологай. Он пояснил, решение принято из-за беспокойства водителей. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер 73.